10.00 столица Казахстана. Время новостей на канале Хабар 24. С вами Арстан Балтин. Здравствуйте. 10.00 столица Казахстана. Для Казахстана Франция ключевой партнер в Европейском Союзе. Пятая республика входит в число ведущих инвесторов в казахстанскую экономику. Общий объем капиталовложений с 2005 года превышает 18 миллиардов долларов. Политологи считают, что предстоящие переговоры в Астане станут важным событием и укрепят диалог двух стран. В том числе на высшем уровне. Франция – это одна из лидирующих государств Европейского Союза. Это страна-основатель европейской интеграции. Это мощный экономический, культурный, идеологический локомотив наряду с Германией. И изначально поэтому стоит отметить, что это не просто вопрос отношений исключительно Казахстана и Франции. То есть это влияет и в том числе наше отношение в целом с Европейским Союзом. Визит изначально преподносится как ответный. То есть уже в этом году наш президент с визитом посещал Францию. Вот теперь уже президент Франции посещает нашу страну. То есть это вообще символизирует о намерении обеих сторон укреплять взаимные отношения. Одна из центральных точек соприкосновения – энергетика. Страны реализуют ряд совместных проектов, в том числе строительство ветровой электростанции мощностью 1 гигаватт в Жамбылской области. Ее стоимость – почти 2 миллиарда долларов. Ожидается, что предприятие позволит увеличить совокупную генерацию объектов ВИЭ в нашей стране почти наполовину. Есть также и совместные интересы Франции и Казахстана в добыче урана. Наша страна входит в число лидеров по запасам данного ископаемого. У нас текущий уровень взаимодействия с компанией урана достаточно высокий. То есть это инвестор французский, который осуществляет добычу урана в республике Казахстан. Мы с ними ведем достаточно плотную работу по укреплению данного сотрудничества, по развитию месторождений. Также есть ряд соглашений, которые мы планируем подписывать с компаниями ИДЕФ электристики, и систем по сотрудничеству в области энергетики и оказания нам консалтинга по выбору технологий развития будущей энергосистемы республики. Сразу после Астаны Макрон отправится в Ташкент. Эксперты утверждают, что растущий интерес со стороны европейских лидеров к Центрально-Азиатскому региону в условиях геополитической нестабильности вполне понятен. Если мы вспомним, допустим, тоже очень насыщенное прошлое, прошлую осень, насыщенную именно с дипломатической и внешнеполитической точки зрения, там, это мне особенно прям нравилось, нашу страну посетила глава МИД Германии Анна Лена Бербак, нашу страну посетил глава Европейского Союза, и они ехали по одному и тому же маршруту Астана-Ташкент. И это просто продолжение того, что мы уже видели, допустим, год назад. То есть в данном случае уже не Германия, теперь еще и Франция, скажем так. То есть это все происходит уже года полтора, то есть вот это увеличение интереса к нашему региону. Для президентов двух стран предстоящие переговоры возможно еще раз в сфере часы по актуальным вопросам повестки дня. Ожидается, что главы государств в Астане обсудят укрепление торгово-экономического, инвестиционного и энергетического сотрудничества. Ануар Адрахманов, Арман Акшабаев, Хабар, 24. Ну а в это время в столице по периметру города выставили семь блокпостов по направлениям в Караганду, Хоша, Кокшета, Павладар, а также поселков Хорвалжин и Астраханка. На усиленный режим службы перешли и в международном аэропорту Астаны. Как сообщили в столичном департаменте полиции, связано это с общественно-политическими событиями, которые пройдут в столице с 1 по 3 ноября, среди которых официальные визиты в Казахстан, президентов Франции и Венгрии, а также саммит организаций тюркских государств. Ориентировочно посты снимут 4 ноября, отметили в ведомстве. Водители останавливают выборочно, чтобы проверить документы и наличие запрещенных веществ. В основном автомашины, которые прибывают в других городах, регионах, а также с иностранным учетом. На каждом блокпосту задействованы, они вообще работают в двухсменном режиме, в первую и во вторую смену заступает 10 сотрудников. Задействованы в департамент полиции, это строевые подразделения полка патрульной полиции, по два сотрудника. Один оперуполномоченный сотрудник и военная полиция. Прошел месяц, как в дома экибастовцев дали тепло. Местные власти объявили, что отопительный сезон в городе стартовал, но наладка и регулировка системы отопления в жилом секторе еще продолжается. Между тем, в 20 многоквартирных домах тепло подали еще не полностью. И причина, как оказалось, не в подаче теплоносителя, а в технической готовности самих домов к отопительному сезону. Ербол Абишев разбирался в проблеме. Четыре года назад в доме Бурангуль-Муфтаховой были счастливы новоселью. Но в первую же зиму многодетная семья ощутила все прелести северной зимы. Новостройка не выдержала морозов, обогреватели едва спасали от холода. 1 октября дали тепло, но у нас до сих пор нет отопления. Вот на холодном доме сидим, однокомнатный, вот везде сыр у нас, маленький ребенок дома. Вот обогреватель включаем, ведь две обогреватели стоят на зале. В Акиматике Бастуза сообщили, что в подобной ситуации сейчас находятся два десятка многоэтажных домов. По каждому из них работает специальная комиссия. Чем холоднее на улице, тем жалоб от жителей становится только больше, говорят чиновники. В отдельных случаях во многом отмечается, что некачественная работа в части, когда нет обслуживающей организации, то есть жители самостоятельно обслуживают свой жилой дом и, соответственно, не в полном объеме выполняют необходимые мероприятия. То есть буквально сегодня мы выезжали на жилой дом по улице энергетиков 99, где было выявлено о том, что была закрыта задвижка на обратном трубопроводе на теплоснабжении, а также была не согласована, установлена врезка водоподогреватель, что нарушало затем этот режим гидравлический в жилом доме в целом. Власти города отмечают, готовиться к отопительному сезону горожанам нужно заблаговременно. Этим летом в Акиматике Бастузе прошла масштабная ремонтная кампания. Удалось восстановить стабильную работу котлов на городской ТЭЦ, а в самом Акиматике Бастузе поменяли 74 километра теплосетей из 400. По данным ЖКХ, в настоящее время к системе отопления подключены 690 многоквартирных и 5700 частных жилых домов. Ербулабишев Марат Игриков из Павлодорской области, Хабар, 24. Ну а в Петропавловске с наступлением холодов вырос спрос на уголь. В пунктах реализации образовалась очередь отгрузиться. В течение дня успевают не все, но поставщики заверяют, твердого топлива хватит всем. Ежедневно в область доставляют несколько десятков вагонов угля, а причиной ажиотажа стала нерасторопность самих жителей. Как утверждают продавцы, по сложившейся привычке они вспоминают о запасах угля в самый последний момент. Так начинается утро в отгрузочной угля. Каждый водитель норовит обогнать остальных, как на гонках. Некоторые вынуждены повторять этот маневр несколько дней подряд. Приезжаем сюда с позаранку, с половины седьмого тут сидим, греемся в машинах. Уже 10 утра только начали отгрузку. Надеюсь, хоть сегодня хватит угля. А то бывает, простоишь целый день и перед носом заканчивается. Едешь домой – пустой. Это самая крупная точка в городе по реализации угля. От покупателей нет отбоя. Именно здесь продают популярный среди потребителей шубаркульский сорт. За месяц сюда отгрузили 83 вагона твердого топлива. Вереница автомобилей доходит иногда до сотни. Ночью доставили 9 вагонов. 600 тонн топлива на всех может не хватить. Как говорят реализаторы, о закупе угля большинство населения задумывается только с наступлением холодов. Машин сейчас не так слишком много. Сейчас немножко остепенился. А так, ну, есть, можно сказать. Люди вот летом все не берут, а как холода наступает, они сразу на пловь идут большой, месяц-два. Ежегодно североказахстанцы потребляют 420 тонн угля. Поставки планируются, исходя из этих данных, закупить успели чуть более половины необходимого. Остальную часть доставят в течение отопительного сезона. Сейчас в области 37 тысяч тонн запасов угля. По следующему месяцу, на ноябрь, по шубаркульскому углю законтрактована поставка 83 вагона. Также сейчас отрабатываем с разрезом, с министерством по увеличению отгрузки также до 100 вагонов. Поставкой твердого топлива занимаются частные компании, но их работу координируют и местные власти. По словам чиновников, вопрос открытия второго пункта реализации прорабатывается, а при задержке вагонов оперативно подключается к этаже. Ежедневно в область поступают целые составы угля и никакого повода для ажиотажа нет, заверяют в Акимате. Вы смотрите утренний выпуск новостей, с вами Арстан Балтин. Ну а сейчас о погоде. Дождь со снегом, усиление ветра и гололед прогнозируют синоптики на большей части Казахстана. А в центре страны ожидается низовая метель. Штормовое предупреждение объявлено в 15 регионах страны. По данным КАЗ Гидромет, территория республики находится под влиянием Атлантического циклона, из-за чего и сохраняется неустойчивый характер погоды. Лишь на западе и юге будет без осадков. Теплые остановки в столице не выполняют свои функции, жалуются жители. Только по Исильскому району в холоде простаивают 15 крытых павильонов. А сколько их по всей Астане, в Акимате затруднились ответить. Сетуют горожане также и на грязь, и на члежки бездомных. Как будут решать проблему местной власти, узнавала Гульдана Кален. Автобусных остановок закрытого типа в столице чуть больше 200. Это 20% от общего количества. В этом году установили 40 новых крытых павильонов, но этого недостаточно, говорят жители. Старый рынок, это район Жасибая. Здесь уже на протяжении 39 лет живем. В этом районе, допустим, у нас теплых остановок практически нет. Конечно, добавлять нужно, можно, потому что людей много в Астане. На правом берегу теплых остановок не хватает. И там очень грязно и воняет алкоголем. Те опасно, потому что часто ходят без определенного места жительства люди. А еще пассажиры возмущены, что им приходится мерзнуть в ожидании автобуса вместо того, чтобы греться в павильонах. А все потому что... Даже днем заходить бывает проблематично и некомфортно. Сидения занимают бездомные, либо же граждане в состоянии алкогольного опьянения. С бездомными, как правило, работают сотрудники полиции. Их доставляют в специальные пункты. Однако следить их удается не всегда. Не за отсутствие камер видеонаблюдения. А вот уборку в павильонах проводят два раза в день. Но все усилия тщетные, говорят в обслуживающей компании. Мусорят сами жители. Мы можем убраться. Буквально через час уже кто-то оставил в ЮСТИ. Здесь же поток большой же. В течение 20 минут может пройти там 500 человек, 300, 200, 100 человек. Даже 20 человек, если пройдет, пару человек оставят мусор и все. И уже как бы неприятно, когда человек заходит. Подрядчики также признали, не все остановки подключены к теплу. Сейчас в суровую погоду готовы греть только семь. И это по Исильскому району. Основная причина простоя – долгие переговоры с коммунальщиками. 22 остановки, получается, подключаем. Некоторые, видите, идут через жилые дома. Мы знаем сейчас, что жилые дома с ОСИ работают. Соответственно, некоторые идут тяжело на контакт, некоторые идут на контакт. И вот этот процесс, скажем, время занимает. Решить проблему ответственные органы обещают в ближайшие 10 дней. Однако новых теплых остановок в этом году жителям столицы ждать не стоит. Их установят только в следующем. Мы будем устанавливать по Чингисайдматвы. Это Новый Кириженбехандар. Узу Дала. Также в Саракинском районе это Тлиндиева. Адресов много. Таким образом, через год Астана пополнится 50-ю крытыми остановочными павильонами. Стоимость одного обходится бюджету столицы в 10-12 миллионов тенге. Кульдана Халияна Урзбай, Курмангазы, Хабар 24. Далеко не радужная ситуация и в регионах. Там также в установленные за миллионы теплые остановки перебрались бездомные. Жители Усть-Киногорска, к примеру, возмущены отсутствием контроля со стороны местного Акимата. По их словам, в крытых павильонах не работают камеры видеонаблюдения. Остановки нуждаются в ремонте и уборке. На КШТ тоже там вообще ужас творится на остановке. Не подойти, вонища стоит. Ну, вообще, до всех остановок. Не убирается, по-моему, ничего нигде никогда. Заходят там, что попало, творят. Пьяницы. Хороших людей сейчас мало. Там должна быть все-таки гигиена, там антисанитария полная. Там же дети все-таки туда заходят. Я думаю, нужно, конечно, размещать их куда-то, чтобы на зиму каким-то образом пережили. А вот в Павлодаре не хватает теплых остановок. Всего их шесть. Четыре за собственные средства построили местные бизнесмены. Две установили за бюджетные деньги. Один такой павильон обошелся почти в 7 миллионов тенге. Их арендуют предприниматели. Они же и обслуживают. В Акимате обещают установить в городе еще две отапливаемые остановки. Новые остановочные павильоны установят в дачном микрорайоне и на привокзальной площади. В дальнейшем их также сдадут в аренду предпринимателям, которые возьмут на себя обязательства ухаживать и обслуживать остановки. Ну а сейчас в США 4000 человек эвакуируют из-за лесного пожара в южной части Калифорнии. Стихия вызвана пустынными ветрами, заявили официальные лица. Всего в округе Риверсайд сгорели 890 гектаров леса. Около опасной зоны перекрыты дороги. Местные власти открыли лагеря для людей и животных. По данным Департамента лесного хозяйства и противопожарной защиты Калифорнии, Пожар пока не удается локализовать. С огнем борются несколько бригад специалистов, самолеты и пожарные машины. Мы были в городе и видели пламя, когда возвращались в зону отдыха, но я не думала, что огонь распространится так сильно. Очень страшно, особенно когда ты оставляешь свой дом и просто бежишь в страхе. Я видел, как горят фургоны, кто-то пытался взобраться на крышу, люди были напуганы. Италия продолжает страдать из-за наводнений и ливней. В регионе Венето действует предупреждение красного уровня из-за непогоды. Затоплены несколько районов Милана. Здесь ранее из берегов вышла река Севизо. Стихия наносит урон и другим городам на севере и северо-западе страны. Среди них Парма и Генуя. В октябре в Италии царили экстремальные погодные условия. От рекордной жары до проливных дождей. Региональные власти в Милане заявляют, что нынешнее наводнение самое мощное с 2014 года. А в России на Камчатке началось извержение вулкана Ключевской. Столб пепла накануне там поднялся в воздух на высоту почти 10 километров. Всего за сутки на вулкане произошло три мощных выброса. На кадрах, опубликованных в сети, также видно течение лавы. Повышенная активность вулкана Ключевской уже представляет опасность как для местной авиации, так и для международных авиалиний. Накануне код авиационной опасности был заменен с оранжевого на красный. Самый высокий информации об изменении графика движения самолетов пока не поступало. Жителей близлежащих поселков предупредили о возможном выпадении пепла. Напомню, Ключевская сопка является самым высоким из действующих вулканов Евразии. Его высота составляет 4700 метров. Компании, работающие на ископаемом топливе, должны выполнить свои обязанности по сокращению выбросов СО2. С таким призывом выступил спецпредставитель президента США по вопросам климата Джон Керри на встрече перед КОП-28. Климатический саммит пройдет с 30 ноября по 12 декабря в Дубае. Десятки стран планируют добиться заключения первой в мире сделки по поэтапному отказу от угля, нефти и газа. В настоящее время крупнейшие нефтегазовые компании инвестируют в технологии улавливания и хранения углерода в рамках своих планов по нулевым выбросам. По мнению ученых, в ближайшие десятилетия Земля преодолеет порог в полтора градуса. Это приведет, в свою очередь, к серьезным последствиям изменения климата для людей и экосистем. Чтобы предотвратить глобальное потепление, Международное агентство по возобновляемым источникам энергии призвало правительство устроить, вернее, утроить мощность в Е к 2030 году. Эко-активисты в Берлине облили краской и оставили надписи на резиденции канцлера Германии. Таким образом, они выразили свой протест против климатической политики, проводимой правительством. Всего в акции участвовали 70 человек. Некоторые из них были задержаны. Стражи, порядка прибывшие на место, разогнали несанкционированный протест. Однако, активисты успели облить краской здание. Отмечу движение под названием «Последнее поколение». Призывает канцлера изменить климатическую политику страны. Они считают, что Германия должна отказаться от ископаемого топлива и активнее переходить на возобновляемую энергию. К слову, это не первая акция вандализма. Прежде эко-активисты облили краской главный символ Берлина – Бранденбургские ворота. От их рук пострадали и ряд знаменитых картин в музеях, обрызганные картофельным пюре. Защита климата, конечно, важна, и мы слишком медленно подходим к осознанию того, что нужно принимать меры против глобального потепления. Активисты рассчитывают на то, что на архитектурных объектах они будут более заметнее. Я думаю, что эти ребята недооценивают значение этих зданий. Им нужно это объяснять. Перенесемся во Францию. Там эмигрантам отказывают в проживании в палаточных лагерях и раздаче бесплатной еды из-за подготовки к Олимпийским играм. Это стало причиной акции протеста, прошедшей перед штаб-квартирой Оргкомитета Парижских Олимпийских игр 2024 года. Активисты выступили против принудительного переселения бездомных, сноса домов рабочих мигрантов и запретов на раздачу продуктов. Больше 70 неправительственных организаций направили письмо властям с осуждением так называемой социальной чистки. Люди призвали власти и организаторов игр проводить согласованную политику и гарантировать непрерывную заботу о наименее защищенных слоях населения. ЖТСУ. Качественная медпомощь стала доступна жителям отдаленных сел Коксусского района. Здесь ввели в строй 4 блочно-модульных медпункта. Каждый объект здравоохранения обошелся местной казне в 32 миллиона тенге. О собственном медучреждении жители села Муканши мечтали давно. Все эти годы здравницу заменяла и маленькая комната в старом доме культуры. Теперь ей на смену построили современный блочно-модульный медкомплекс. Поэтому сейчас свои радости сельчане не скрывают. Поставили на учет. Дважды в месяц приглашали на прием. Чтобы взять назначение, нужно ехать в центр за несколько десятков километров. Особенно сложно было старикам и детям. Теперь эти трудности в прошлом. Никуда выезжать не надо. В селе есть свой медпункт. Мы очень рады. Такие же медпункты возвели еще в трех селах района. Маулинбай, 10 лет Казахстана, Ахтекще. Решили и проблему с кадрами. Пригласили 18 молодых специалистов. У нас в селе Маулинбай проживает 223 жителя. С собственным зданием появилась возможность улучшить качество оказываемых медуслуг. Помимо врачебного приема будет работать дневной стационар. При необходимости можем выехать на дом к пациенту. Планируем также на следующий год 4 БМК. И до 2025 года все медицинские объекты будут обновлены. Выделяются деньги для обновления медицинского оборудования. На днях будет открытие аппарата кабинета компьютерной томографии на 128 срезов. К слову, до конца года в регионе откроют 27 блочно-модульных медпунктов. И еще 20 планируется построить в следующем году. Райхан Тажбаева, Шангласка Лиден, Улжас Байбасынов, область ЖТСУ, Хабар-24. Эвакуатор с разбитым в дребезге автомобилем проехал по улицам Туркестана. Необычную акцию организовали полицейские для профилактики аварии. Через громкоговорители водителям напоминали о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения. 70% ДТП в Туркестанской области в этом году произошли из-за превышения скоростного режима. Для профилактики аварий с начала года на дорогах установили свыше 4,5 тысячи знаков. 279 из них возле школ. Вблизи учебных заведений соорудили также искусственные дорожные препятствия. Акция, стартовавшая в Туркестане, в течение недели пройдет во всех районах области. По сравнению с прошлым годом число ДТП возросло с 628 до 636. Количество погибших снизилось на 10%. В прошлом году погибли 273 человека, в этом году 240. Однако наблюдается рост получивших различные травмы более чем на 10%. Сегодня, 1 ноября, Всемирный день балета. Это дата – дань уважения к балетному искусству, который объединяет весь мир. Говоря про казахстанский балет, то он уже давно вышел на международный уровень и заслуженно занимает достойные позиции. Только с начала этого года они провели почти 160 балетных спектаклей, которые посетили 100 тысяч человек. Есть люди, для которых поход на балет – это приятное времяпровождение, источник вдохновения или одушина. А есть те, для кого балет – это целая жизнь. Сегодня нашей съемочной команде в очередной раз выпала уникальная возможность попасть за кулисы и узнать у артистов, что интересного скрывает за собой большая сцена. Пластичность и легкость каждого движения в танце – результат ежедневных изнурительных репетиций у станка, говорит ведущая солистка театра «Астана-Опера» Айгерим Бекитаева. На протяжении 10 лет она исполняет главные женские партии в знаменитых постановках. Балетное ремесло далеко не романтичное. Это колоссальный труд, рассказывает Прима. Но несмотря на все сложности, Айгерим живет и дышит балетом. Поэтому все свои силы и время вкладывает в любимое дело. Я бы хотела рассказать маленький секрет того, что дома танцевать всегда сложнее, потому что зритель уже знает себя, уже бывал на нескольких спектаклях, и уже все равно идет какое-то сравнение. А когда мы выезжаем за границу, мы уже представляем не только себя как артиста, но и уже свой театр, своих педагогов, свою страну, поэтому ответственность совсем другая. Что касается зрителей, естественно, за пределы Казахстана они более искушенные, они уже знают большое количество мировых звезд, и это очень ответственно для нас. Каждое выступление балетной труппы «Астана-Опера» собирает аншлаг. Артисты удивляют зрителей необычными постановками, и уже по традиции срывают восторженные овации. В репертуаре театра больше 26 балетных спектаклей. Думаю, что наш балет отличается душевностью внутренней, от этого отражается в движениях тела, рук, ног. И, что очень важно, очень много индивидуальности в нашей нации. Я думаю, что мы можем гордиться этим. Сейчас наш балет на высоком уровне. Главный зал театра «Астана-Опера» рассчитан на 1250 человек. Ценители театрального искусства подтверждают, что по техническим возможностям и архитектурному стилю он не уступает даже самым известным театрам мира и поражает своей красотой. Артисты театра «Астана-Балет» готовятся к примере спектакля «Ромео и Джульетта». Постановка довольно масштабная. В ней задействована вся балетная труппа. Почти 80 человек. Театр представит свое уникальное видение самой известной истории любви, написанной Шекспиром в конце ноября. Казахский балет вообще никогда не отставал, я думаю. И даже сейчас на мировом уровне мы выглядим достойно. Многие знают про наш театр, про все театры и вообще, как развивается у нас эта деятельность. Несмотря на тщательную подготовку и усиленные репетиции, выступление все равно остается непредсказуемым процессом и волнение присутствует почти у каждого артиста. Поэтому перед выходом на сцену они выполняют определенные ритуалы. У каждого он свой. Каждый артист верит в свои какие-то вещи. Для меня это поздороваться сцены и зайти именно с правой ноги. Перед выходом я читаю такую молитву. Это защита от всего. И вот я выхожу на сцену. И я думаю, это помогает мне. Лично у меня на сцену заходим с правой ноги. Да, говорим бисьмелях. Конечно, и себе говорю то, что все будет хорошо. Спектакль пройдет отлично. И себе настроение создаю. Чтобы попасть на большую сцену, нужно пройти немаленький путь. Юные артисты открывают для себя мир балетного искусства в стенах «Альма-Матер». Казахская национальная академия хореографии – первое высшее учебное заведение в Центральной Азии с полным циклом многоуровневой образовательной программы в области хореографии. По праву считается кузницей восходящих звезд казахстанского балета. Поступить сюда далеко непросто. Нужно пройти в строгий отбор. Быть балериной не только физически, данные должны быть. Еще хорошая голова, хорошая сообразительность ребенка, память, хорошее чувство пространства, координация. Координация – это тоже врожденное. Некоторые дети имеют хорошие способности, но у них нет координации. И тогда из-за этого ребенка, даже несмотря на данные, не получается артист балета. Поэтому все это мы пытаемся угадать на вступительных экзаменах. В этом году в Академию на обучение балетному искусству поступили около 200 человек. Среди них первоклашки и докторанты. Выпускниками 2023 года стали 70 воспитанников. Алимжан Крылдаков учится в Академии хореографии с первого класса. Он поступил сюда, когда ему было 6 лет. Сейчас в свои 11 он четко понимает, что ключ к успеху лежит через упорные репетиции и постоянную работу над собой. Я очень полюбил эту профессию, когда мне было 7 лет. Когда я был в первом классе, мне она не очень нравилась. Но потом я ее очень сильно полюбил, потому что увидел, как старший танцующий лкунчик. Я в будущем планирую стать артистом балета, а потом балетмейстером. В Казахстане действуют 4 театра балета. 3 республиканских и 1 региональный. Только в этом году артисты презентовали почти 160 балетных спектаклей, которые посетили около сотни тысяч человек. Сабина Балашкина, Жан-Дос Битабаров и Артур Горшников, Хабар, 24. Ну а сейчас о погоде. Дождь со снегом, усиление ветра и гололед прогнозируют синоптики на большей части Казахстана. А в центре страны ожидается низовая метель. Штормовое предупреждение объявлено в 15 регионах страны. По данным КАЗ «Гидромед», территория республики находится под влиянием Атлантического циклона. Из-за чего и сохраняется неустойчивый характер погоды. Лишь на западе и юге будет без осадков. Тем временем в столице по периметру города выставили 7 блокпостов по направлениям в Караганду, Кошше, Кокшетау, Павлодар, а также поселков Коргалжин и Астраханка. На усиленный режим службы перешли и в международном аэропорту Астаны. Как сообщили в столичном департаменте полиции, связано это с общественно-политическими событиями, которые пройдут в столице с 1 по 3 ноября. Среди которых официальные визиты в Казахстан президентов Франции и Венгрии, а также саммит организации тюркских государств. Ориентировочно посты снимут 4 ноября, отметили в ведомстве. Водителей останавливают выборочно, чтобы проверить документы и наличие запрещенных веществ. В основном автомашины, которые прибывают в других городах, регионах, а также с иностранным учетом. На каждом блокпосту задействованы, они вообще работают в двухсменном режиме, в первую и во вторую смену заступает 10 сотрудников. Задействованы департамент полиции, это строевые подразделения полка патрульной полиции, по 2 сотрудника. Один оперуполномоченный сотрудник и военная полиция. Сегодня состоится официальный визит Эммануэля Макрона в Казахстан. Ожидается, что президент Франции проведет переговоры с Хасмжумартом Токаевым. В центре внимания лидеров двух стран сотрудничества в таких сферах, как торговля, экономика и энергетика. Я отмечу, что товароборот между Казахстаном и Францией в этом году составил больше 2,5 миллиардов долларов США. А это на 20% больше, чем годом ранее. Подробнее в сюжете Ануара Абдрахманова. Для Казахстана Франция ключевой партнер в Европейском Союзе. Пятая республика входит в число ведущих инвесторов в казахстанскую экономику. Общий объем капиталовложений с 2005 года превышает 18 миллиардов долларов. Политологи считают, что предстоящие переговоры в Астане станут важным событием и укрепят диалог двух стран. В том числе на высшем уровне. Франция – это лидер, одна из лидирующих государств Европейского Союза. То есть это страна-основатель европейской интеграции. Это мощный такой экономический, культурный, идеологический локомотив наряду с Германией. И изначально поэтому стоит отметить, что это не просто вопрос отношений исключительно Казахстана и Франции. То есть это влияет и в том числе наше отношение в целом с Европейским Союзом. Визит изначально преподносится как ответный. То есть уже в этом году наш президент с визитом посещал Францию. Вот теперь уже президент Франции посещает нашу страну. То есть это вообще символизирует намерение обеих сторон укреплять взаимные отношения. Одна из центральных точек соприкосновения энергетика страны реализует ряд совместных проектов. В том числе строительство ветровой электростанции мощностью 1 гигаватт в Жамбылской области. Ее стоимость почти 2 миллиарда долларов. Ожидается, что предприятие позволит увеличить совокупную генерацию объектов ВИЭ в нашей стране почти наполовину. Есть также и совместные интересы Франции и Казахстана в добыче урана. Наша страна входит в число лидеров по запасам данного ископаемого. У нас текущий уровень взаимодействия с компанией урана достаточно высокий. То есть это инвестор французский, который осуществляет добычу урана в республике Казахстан. Мы с ними ведем достаточно плотную работу по укреплению данного сотрудничества, по развитию месторождений. Также есть ряд соглашений, которые мы планируем подписывать с компаниями ИДЕФ, Электричество и Дефранс и СИСТАМ по сотрудничеству в области энергетики, и оказание нам консалтинга по выбору технологий развития будущей энергосистемы республики. Сразу после Астаны Макрон отправится в Ташкент. Эксперты утверждают, что растущий интерес со стороны европейских лидеров к Центрально-Азиатскому региону в условиях геополитической нестабильности вполне понятен. Если мы вспомним, допустим, тоже очень насыщенное прошлое, прошлую осень, насыщенную именно с дипломатической и внешнеполитической точки зрения, там, это мне особенно прям нравилось, нашу страну посетила глава МИД Германии Анна Лена Бербак, нашу страну посетил глава Европейского Союза, и они ехали по одному и тому же маршруту Астана-Ташкента. И это просто продолжение того, что мы уже видели, допустим, год назад. То есть в данном случае уже не Германия, теперь еще и Франция, скажем так. То есть это все происходит уже года полтора, то есть вот это увеличение интереса к нашему региону. Для президентов двух стран предстоящие переговоры возможны еще раз в сфере часы по актуальным вопросам повестки дня. Ожидается, что главы государств в Астане обсудят укрепление торгово-экономического, инвестиционного и энергетического сотрудничества. Анувар Адрахманов, Арман Альшабаев, Хабар 24. Эфир Хабар 24 продолжит новости экономики и бизнеса курс дня. Я с вами прощаюсь. До встречи вам. Хорошего дня. Берегите себя. Увидимся обязательно. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok